С ног шибательная новость пришла вчера РИА Новости, вчера в пятницу 25 октября 2024 года, в День Голгофы, праздничный день для мусульман, у них выходной день, они почитают этот день, значит, особенным образом, как мы в воскресенье, а евреи шапот в субботу. И вот новость такая, в Киргизии, вот слава Богу, нормальные люди РИА Новости не пишут Киргизии, а пишут по-человечески, как положено. В Киргизии планируют написать новый гимн республики, чтобы его пел весь народ, сообщил спикер парламента Шакиев, радостный такой, понимаете? 21 век на дворе, а в маленькой стране планируют написать новый гимн. Я сразу подумал, ну ладно, у всех бывают прибухи какие-то там, проблемы, неужели так актуально? Пока не изучил историю момента. РИА Новости пишет дальше. Современный гимн Киргизии был утвержден в 1992 году. Об этом я еще тоже скажу. Изначально он состоял из трех куплетов и припева. Однако впоследствии один из куплетов был исключен из текста. Ничего себе, подумал я, есть еще такие страны на земле, которые исключают куплеты из гимна своего в наше-то время. Не в девятнадцатом веке, не в восемнадцатом, даже не в начале двадцатого, а сейчас. Оказывается, есть. Маленькая страна, пам-пам-пам, маленькая страна, пум-пум-пум. Думаю, дай-ка я посмотрю. А что это за гимн такой, из которого исключили почему-то не первый, не третий, а второй куплет? Может быть, мы не с теми дружим, может быть, мы вообще с какой-то странной страной связались, и надо быть поаккуратнее с ней, а то народ нервный, сложный, противоречивый, назовем это мягко, не дружит в настроении, бывает. Я решил это все дело отследить. И действительно, как ни странно, сейчас, второй куплет гимна Республики Киргизия, а не Кыргызстан, челюсти сломаешь, был исключен в четверг, 27 декабря 2012 года. Сейчас вы будете смеяться или гурько плакать. Зачитываю второй куплет гимна Республики Киргизия, который они исключили 12 лет назад. 27 декабря исполнится 12 лет, как они исключили второй куплет из своего гимна. Внимание! Извечно народ наш для дружбы открыт, единство и дружбу он в сердце хранит. Земля Кыргызстана – родная страна, лучами согласия озарена. А что в этом куплете такого крамольного? Я вот говорю, у меня мурашки бегают. Это как? Это что такое? Что тут крамольного? Почему исключили этот куплет? Еще раз. Извечно народ наш для дружбы открыт. Неизвечно, для дружбы открыт. Убираем. Неизвечно и для дружбы не открыт. Правильно я понимаю? Правильно. Дальше. Единство и дружба он в сердце хранит. Нет единства, нет дружбы в сердце у вас, оказывается. Кыргызы, киргизы. Не храните вы ни единства, ни дружбы. Убрали строчку. Земля Кыргызстана – родная страна. Что плохого в этой фразе? Почему ее убрали? Неродная страна, да? Лучами согласия озарена. То есть у вас нет лучей, нет согласия. Над вами солнце не восходит. Кыргызы. Я в шоке, честно говоря. Я не поверил своим глазам. Откройте, посмотрите. В Википедии все написано. Второй куплет удален. История этого – это маразм какой-то, ребята. Для дружбы закрыта. Единство и дружбы не хранят в сердце. Земля Кыргызстана – неродная страна. И лучами согласия не озарена. И мы с таким народом дружим, которые такой куплет убрали из своего гимна. Я в шоке. Зато какой они оставили куплет. Хотите посмеяться? Третий, последний они оставили. Мечты и надежды отцов сбылись. И знамя свободы возносится ввысь. Наследие отцов наших передадим на благо народа потомкам своим. А что они им передавать собираются? У них, оказывается, мечты и надежды сбылись в Кыргызии. А я-то думаю, чего они так к нам ломанулись? Так много их у нас. И новость, что 85% как один депутат их кыргызский в парламенте сказал вернулись назад, выросла на 85% число возвращенцев обратно в любимую страну, Кыргызию. У них мечты и надежды отцов сбылись. А что вы тогда в России делаете? Живите тогда у себя. И знамя свободы возносится ввысь. Свободные люди высоко держат знамя. Наследие отцов наших передадим на благо народа потомков своим. Какое наследие? Где ваше наследие? Дружба не открыта. Единство и дружбу в сердце не храните. Земля Кыргызстана, родная страна. Нет этой строки в гимне. И лучами согласия озырена. Дружбы нет. Единства, дружбы нет. Родная, уже не родная страна. Эмигрируйте, где хотите, живете. За баблом поехали. И лучами согласия уже не озырена. Какое тут согласие? Какой мир и дружба, когда вы воюете? То с таджиками, то с узбеками. Разобраться с анклавами не можете, с территорией. С Китаем тоже сколько проблем было. Трех президентов свергли. Один ушел сам. Другого этого самого Оскара Акаева не можете восстановить. Даже в титуле президента. В апелле мне тут писали на мой ютуб канал. Эти с кишлаков товарищи. Ребята, все с вами ясно. Про ваш куплет, про ваш гимн и так далее. Теперь дальше. С этим-то все понятно. Вскрылась-то история-то. Про республику.